Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я встала, сняла для вас мукбанк на улице. Настолько классная погода, что просто не сидится дома. Мы сейчас хотим увидеться с подружкой, погулять. Я ей предлагаю на море. Она говорит, что не хочет, давай лучше где-то погуляем. Я говорю, окей, хоть куда, лишь бы выйти из дома. Кстати, девчонки меня спрашивали насчет проекта Project Pen. Вы знаете, что я люблю заканчивать косметику до конца. Посмотрите, это тональный от Риммель. Осталось совсем на 2-3 применения, и все, я закончу его. А еще почти 30% этого тонального я тоже закончила. Посмотрите. Не знаю, вам видно или нет, но вот Буржуа тоже наполовину. Даже больше половины я уже израсходовала. Вот столечко осталось совсем. Так что я молодец. Посмотрите, какая погода. Хотя вы не сможете почувствовать этот приятный ветерочек холодный, который дует. Погода как раз для того, чтобы пойти гулять с подругой. Когда на улице ветер, я стараюсь не надевать короткие платья. А фишка этого платья, что здесь шорты. Все думают, что у тебя платье. На самом деле нет, это шорты. И очень удобно. Можно надеть это платье. Я решила все-таки остановиться на этом варианте, потому что этот топик я заказала 2 года назад и ни разу его никуда не надевала. Может я ошибаюсь, вы меня исправите, но на моей памяти ни разу не было такого, что я его куда-то надевала. Эти шорты, они просто обалденные, но они безумно мне большие, хотя это размер S. Пойте аккуратнее на шейн, все большемерит. Я уже давно это замечала. Короче, я надела два вот этих вот кольца, которые вам показывала в моей коллекции золото. Я, кстати, закрыла там комментарии. И под цвет кофты идеально подходит эта цепочка с синим камнем. Хорошо, что я не вышла из дома. Подружка мне написала, что давай на полчаса позже меня тут с работы задерживают. И вот, наконец-то, мы идем с ней видеться. Вот такой у меня лучок. Надеюсь, что шорты с меня не сползут. Тут еще телефон. Лифт открылся, я не совсем поняла, куда я попала. Оказывается, кто-то переезжает. Вообще, очень часто в наше здание то кто-то заезжает, то выезжает. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с рестораном, который недалеко от нас поет пессимистичные песни. Не все ее выдерживают, видимо. Мы с подругой на торговой. Вот подруга, вот я. Ходим по магазинам, она все покупает, покупает. Я что-то хожу, мне ничего не нравится. Когда мы видимся с подружкой, мы обязательно шопимся. В этот раз мы решили присмотреть себе одинаковые сумочки. Смотрели, смотрели, ходили вокруг да около. Вот эта сумка мне понравилась. Она кожаная, но подруга что-то не заценила. Потом я решила вообще не брать. Я ничего не купила. Сейчас ищем место, где можно посидеть, покушать. Потому что я очень проголодалась. Очень сильно проголодалась. Такой приятный ветерочек дует. Хорошо, что выбрались из дома. Обычно места, которые мы хотим посетить с подругой, выбирает всегда. Когда она выбирает в инстаграме. И потом уже мы по локейшену идем на это место. В этот раз решила выбрать. Мне настолько понравилось это место. Легкий ветерочек дует. Такая атмосфера классная. Прикольные диванчики. Но подруга была недовольна. Поэтому мы решили подняться чуть выше. У этого же заведения есть этаж повыше. То есть можно подняться на веранду. И мы решили подняться. Здесь очень красивый вид. Такая атмосфера классная. И я ничуть не пожалела, что мы не сели прям там на улице. Потому что было такое ощущение, что мы просто посереди улицы сидим. Люди туда-сюда. Да и вообще в Азербайджане очень много туристов. Именно арабов. Очень много. Просто дофига. Половина людей на торговый. Это арабы. Местных можно увидеть только по шортикам, по откровенным нарядам, так скажем. Когда я вижу издалека полуголую девушку, я сразу думаю, наша, своя, роднулечка идет. Потому что арабы, как правило, они покрытые. И сразу видно, что они не местные. Очень удивительно, что именно арабов много. То есть нет туристов из Европы, из других каких-то стран. А именно очень много арабов. Поэтому мы решили сесть наверху. Здесь было не так много народу. Очень приятная атмосфера. Рядом с нами сидела капл и курили кальян. Я кальян ненавижу. Запах его тоже не переношу. А так атмосфера была просто обалденная. Посмотрите на этот дизайн. Кстати, я сделала здесь фотографии. Точнее, одну фотографию. Просто вскользую. Получилась она классная. Я выложила в инстаграм. Заказали мы клапсэндвич. Здесь была картошка очень вкусная. Клапсэндвич сам тоже обалденный. И еще мы решили взять пиццу. К сожалению, доесть не смогли. Но пицца выглядела очень аппетитно. Это папирони, по-моему, если не ошибаюсь. И выглядит неплохо. И на вкус классная. Конечно же, посетили дамскую комнату. Привели себя немножко в порядок. Решили немножко погулять еще. Потому что погода просто вау. Такое нельзя упускать. Вы знаете, что я как сорока обожаю украшения. Посмотрите, какое красивое кольцо у моей подруги. Я прям влюбилась в него. Очень нежненько смотрится. На большом пальце она его носит. Супер. Походили-походили. Мы устали. Немножко пошопились. Купили ароматы. Но вообще в Заре это было, конечно, нечто. Столько людей. Хотя даже скидок нет. У консультантов нет. У него не у кого спросить. И мы купили по аромату. Себе я взяла вот такой вот. Очень классный. Здесь 90 мили. А подруга себе взяла такой аромат. Честно, я сомневалась между двумя этими. Не знала, какой себе взять. А потом мы решили взять разные. Если что, потом докупить себе. Очень нежный цветочный аромат. Просто нечто. У меня более такой стойкий, мне кажется, сладкий. Более шлейфовый аромат. Но надо докупить еще и как у подруги. Посмотрите на мои ноги. Я смотрю на девчонок, которые гуляют здесь по торговой. И понимают, ужас позорище какой-то. Это мне тоже надо в солярии. Не нравятся мне белые ножки. Совсем некрасиво смотрятся. Называется Violet Blossom. Такой, знаете, классный аромат. Я прям открыла, попшикалась им. Прям шлейфовый. Посмотрим, насколько он будет стойкий. Во влогах обязательно поделюсь с вами. Мою коллекцию пополнила еще один аромат. Когда мы увидимся с моей подругой, я всегда встречаю своих подписчиц. Причем несколько. Когда я одна гуляю или гуляю с кем-то другим, я никогда никого не встречаю. Представляете, что за совпадение? То ли стесняются подходить, когда рядом со мной, например, брат или мама. Но именно когда с подружкой все подходят. Так приятно. Я уже дома, усталая. Мама тоже послушала этот аромат. И ей тоже очень понравился. Такой, знаете, вечерний аромат. Со сладостью. Очень мне нравится. Вот прям я в восторге. Представляете, мы столько гуляли. И подруга у меня была на каблуках. И я устала, а она нет. Она говорит, давай еще погуляем, еще. Я говорю, ты на каблуках? Неужели у тебя ноги не устали? Она говорит, нет. А я как бабушка старая в тапочках и еле хожу. Прям плетусь за ней. Пол первого я выложила фотку. И получилось столько классных комментариев. Видели вы меня сейчас без масок, без фильтров. Еще плюс я проскрабировала лицо. Она немножко покраснела. Нанесла крем увлажняющий. Кстати, еще один купила. Хотела вам показать. Но у меня самый обычный уход. Ничего супер дорогого. Надела вот этот вот прикид. И собираюсь спать. Мне резко захотелось персики. Точнее, нектарин, да, они называются. У нас они просто персиками называются. На ночь самое то. 2-3 персика и спать.